Здравствуйте! Как всегда, в это воскресное время канал ПС подводит итоги уходящих 7 дней. Какими они были для Архангельска, вам расскажу я, Артемий Заварзин. 21 апреля, в день местного самоуправления, в региональном правительстве состоялся очередной съезд Ассоциации Совета Муниципальных Образований Региона. Участие в нем принял и мэр поморской столицы Виктор Павленко. На заседании шла речь об актуальных вопросах в сфере местного самоуправления, прежде всего в связи со стартовавшей реформой этого института. Не всенародно избирать глав городов, а назначать. Таково краткое резюме резонансной реформы местного самоуправления. Однако нововведения пока вызывают больше вопросов, чем ответов. В первую очередь это касается полномочий, которыми наделены муниципалитеты и необходимостью полноценного их финансирования. Мы надеялись, когда менялся закон, о том, что будут, конечно, четко распределены финансирования. За что отвечают федеральные власти, за что областные, за что муниципалитеты. К сожалению, все свелось только с такой политической задачей. Убрали всеобщие выборы глав муниципальных образований. То, что свершилось, то и свершилось. И, к сожалению, особенно сейчас вот кризисный период, конечно, денег стало еще меньше. Задачи остались те же, денег осталось меньше. Поэтому я думаю, что задачей остается это все-таки определиться, кто за что отвечает, определить первоочередные задачи и людям это довести. Сказать, что это мы будем делать сейчас, это завтра, это через 10 лет. Вот главная задача, которая была и остается для всех уровней властей. Финансовые сложности не отодвигают на второй план решение жизненно важных задач, в том числе определенных в майских указах президента. Архангельский муниципалитет продолжает работу в нескольких направлениях, привлекает инвесторов для возведения социального жилья и строит детские сады. Программа дорожная карта по строительству детских садов, она продолжается. Ряд таких социальных программ сохранены. Поэтому здесь находим взаимодействие, безусловно. Но без этого нельзя. Поэтому что-то решают федеральные власти, что-то решают региональные. Поэтому главная задача, это, конечно, консолидация. Консолидированных усилий требует и решение дорожного вопроса. Одно из препятствий, сдерживающих ремонт автомагистралей – методика распределения средств областного дорожного фонда. В течение последних двух лет объем средств, выделяемых для Архангельска, был крайне незначительным. Так случилось и в этом году. Из дорожного фонда, который формирует город Архангельска, полтора миллиарда рублей, мы получаем 97. Но цифры сами за себя говорят. Поэтому надо находить все равно компромисс, надо поворачиваться лицом к муниципальным образованиям и вместе решать вопросы. Тем более, что сейчас законом определено многие функции может брать на себя и региональные власти. А вот пока ни региональные власти не берут на себя, ни чутко не определяют наше финансирование. Вот это вопрос надо срочно решать. На этой неделе состоялась 17-я сессия Архангельской городской думы. Начали народные избранники с отчета Архангельского управления МВД России за минувший год. Количество преступлений, в том числе тяжких, сократилось, а раскрываемость их увеличилась. Такая информация прозвучала в отчете представителей полиции и ГИБДД Архангельска. Его депутаты Гурдумы утвердили, согласившись с предложениями мэрии города усилить контроль за незаконной продажей спиртного и поддержать работу добровольных народных дружин. Депутаты расширили перечень нежилых помещений, находящихся в собственности муниципалитета. Предприниматели смогут их арендовать и затем выкупить. Такие меры способствуют не только активности малого бизнеса. Решения, которые касаются продажи земли, решения, которые касаются изменений в плане приватизации, это все касается денег, это все касается поступлений в городской бюджет. С учетом кризиса каждая копейка для нас важна и нужна. Депутаты Гурдумы поддержали предложение мэрии Архангельска о вступлении в Ассоциацию арктические муниципалитеты, в которые уже вошли Северодвинск, а также Заполярный и Приморский районы региона. Это объединение поможет эффективнее решать вопросы, связанные с ролью Архангельска в развитии Арктики. В связи с тем, что сейчас идет государственная политика развития Арктики, причем это наступательная такая позиция, указом президента Российской Федерации создана специальная комиссия по развитию Арктики, которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Олегович Рогозин. И вот его заявление при закладке подводной лодки Архангельска о том, что 21 век – это век Арктики и города Архангельска, честно говоря, воодушевляет нас. Через объединение муниципальных образований, через решение вопросов социальных, экономических вопросов, думаю, что и строительство и жилья, и строительство тех же детских садов и так далее, это поможет нам объединяться, вырабатывать те или иные решения. Депутатский корпус также пересмотрел меры социальной поддержки для горожан преклонного возраста, имеющих звание почетный гражданин Архангельска. Для них увеличится сумма ежемесячной денежной выплаты. К другим темам. В деле отсутствия горячей воды в 60 домах Северного округа поставлена точка. Суд поддержал требования мэрии Архангельска восстановить горячее водоснабжение для 12 тысяч жителей. Они стали заложниками финансовых споров, которые инициировала компания «Тритон Архангельск». О многолитровых кастрюлях для подогрева воды можно забыть. В дом Татьяны Антоновой наконец-то вернулась горячая вода. Здесь ее не было два месяца. Часто бывали вот такие отключения? Нет, только плановые. Мы никогда не страдали. Только по плану. Внеплановую ситуацию создала компания «Тритон Архангельск», в собственности которой оборудование на центральных тепловых пунктах и сети, по которым и поступала горячая вода. Компания прекратила ее подачу, требуя установить отдельный тариф на горячее водоснабжение. С таким заявлением еще в ноябре 2014 года «Тритон» обратился в областное агентство по тарифам и ценам. Но... Нет ни договоров на поставку тепловой энергии с ТГК-2, нет договорных взаимоотношений на поставку холодной воды. Поэтому никаких законных оснований для установления тарифа на горячую воду для «Тритона» у агентства сейчас не имеется. Зато имеется решение Октябрьского суда незамедлительно восстановить горячее водоснабжение. Однако делать это пришлось принудительно. По факту неисполнения решения суда было возбуждено в отношении руководителя уголовного дела по статье 315. И, соответственно, в рамках уголовного дела судебными приставами-исполнителями был осуществлен выход по месту нахождения тепловых пунктов и возоблена подача горячей воды. Соответствующие исковые заявления в суд направили городская прокуратура и мэрия областного центра. Дома были подключены. Было подключено 12 СТП. Это деревянный жилфонд, квартирные жилые дома. На данный момент горячее водоснабжение в домах восстановлено. Разбирательства в рамках уголовного дела, которое заведено на директора компании «Тритон Архангельск», продолжаются. Нарушителю грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы сроком до двух лет. Продолжаем выпуск. Отопительный сезон, уборка дворов и улиц, озеленение города. Эти и другие вопросы обсудили участники еженедельного совещания в мэрии Архангельска. Отопительный сезон в областном центре завершается согласно графику. Выдерживается необходимый температурный режим. Мэр Архангельска Виктор Павленко обратил внимание специалистов на необходимость благоустройства тех территорий, где энергетики проводили ремонтные работы. Приходит время, чтобы благоустройство нам вместе завершить. Это газоны, где асфальтирование, поэтому просьба такой график иметь, привести в порядок город. О благоустройстве территории говорилось и в связи с двухмесячником по уборке города. Уже 25 апреля горожане выйдут на общегородской субботник. Городоначальник потребовал от глав округов уделить пристальное внимание уборке сухой травы и твердых отходов, чтобы не допустить крупных пожаров. Наступает теплый период, и поэтому, конечно, одна из главных задач будет это противопожарное безопасность. Деревянный фонд у нас его очень много, поэтому задача провести все возможные противопожарные меры, чтобы не допустить ни в коем случае таких возгораний. Продолжая тему безопасности горожан, Виктор Павленко поручил главам округов проинспектировать состояние леерных ограждений на дорогах и привести их в надлежащий вид в срочном порядке. О первых результатах этой работы доложить на следующем совещании 27 апреля. Бесплатный проезд на общественном транспорте для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в этом году сохранен. Такое решение было принято мэром Архангельска Виктором Павленко, несмотря на большие сложности в условиях сокращения субсидий из областного бюджета. Сегодня льготой пользуются свыше 35 тысяч ветеранов, а также горожан в возрасте 70 лет и старше. Однако некоторые из СМИ распространили недостоверную информацию о трудностях с выдачей социальных талонов на бесплатный проезд. Ситуацию в нашей программе прокомментировала заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова. Ирина Васильевна, бесплатный проезд для горожан старше 70 лет по решению мэра Архангельска Виктора Павленко в этом году сохранен. Знаю, что для того, чтобы воспользоваться этим правом горожанам необходимо иметь социальную карту. Что это за документ, как его можно получить? Социальные талоны для бесплатного проезда ветеранов в общественном транспорте в городе Архангельске – это финансовые документы. И любой финансовый документ, он требует учета и отчетности. Поэтому мы сегодня вынуждены отдельно вести учет двух категорий ветеранов, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте в городе Архангельске. Первая категория ветеранов – это ветераны, которым льгота установлена в соответствии со статьями 2 и 4 Федерального закона о ветеранах. Вторая категория ветеранов, которые имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте, утверждена мэрией города Архангельска – это ветераны в возрасте от 70 лет и старше. Поэтому выдачу талонов мы должны вести по двум категориям. Для этого сейчас мэрия города начала планомерную подготовку к выдаче талонов на 3 и 4 кварталы. Потому что мы должны, еще раз подчеркиваю, вести учет отдельно двух категорий. Вводятся карточки определенного образца для того, чтобы финансисты смогли сосчитать, сколько талонов одних выдано и сколько других. Эти карточки отличаются цветом. И эту карточку ветераны будут предъявлять, получая талоны на 3 квартал с 1 июня 2015 года, или получая талоны на 4 квартал с 1 сентября 2015 года в тех же киосках Роспечати, которые и существовали ранее. Количество киосков не изменилось. Места киосков не изменились. Они остались прежними. И сегодня на этих киосках появились графики выдачи карточек учетных. Где в Архангельске производится выдача социальных карт? Выдача началась уже в центре города, в Архангельском городском культурном центре, и будет проходить неделю. Но всем ветеранам, живущим в других округах города, не надо приезжать в АГКЦ, потому что в течение определенного графика до 7 июня можно будет прийти в культурный центр по месту жительства и там получить. Так, например, ветераны, живущие в округе Варавино-Фактория, спокойно могут подойти в Ломоносовский дворец культуры с 25 мая по 31 мая, и не торопясь получить, еще раз подчеркиваю, карточки для выдачи талонов с 1 июня. То есть их время никуда не денется, не пропадет. Точно так же ветераны, живущие в Северном округе, им не надо приезжать в центр города, они могут получить свои карточки эти в культурном центре Северный с 1 июня по 5 июня, не торопясь и спокойно здесь же получить у себя в округе талоны. Если, конечно же, ветеран приехал в любой культурный центр в соответствии с этим графиком, а живет он в другом микрорайоне, ему, конечно же, эти карточки будут выданы. То есть волноваться здесь о том, что он потом не сможет получить талоны, не надо. Я правильно понимаю, что социальный талон, как и прежде, сохранил свой формат, свой цвет, а социальные карты имеют две расцветки. В чем отличие? Талоны остались те же самые, а вот карточки, которые мы вынуждены по требованию законодательства финансового ввести с 3 и 4 квартала, они отличаются по цвету. Для граждан возрасте 70 лет и старше они желтого цвета, для тех, кто пользуется льготой в соответствии с законом о ветеранах, они розового цвета. Все талоны, которые действуют во втором квартале, они выданы. Если кто-то из ветеранов не получил, они получают их в соответствии с действующими ранее правилами, только лишь по паспорту или удостоверению ветерана, если таковое требуется, в тех же самых киосках. Для этого карточки не нужны. Главное, я еще раз обращаюсь к нашим уважаемым ветеранам, не надо создавать ашиотаж, это планомерная подготовка к выдаче социальных талонов, они остались прежними и выдаваться будут, как всегда, за месяц до начала квартала. На 3 квартал с 1 июня, на 4 квартал с 1 сентября. Мы продолжаем рассказывать об образовательных учреждениях, которым накануне Дня Победы присваивают имена героев Великой Отечественной войны. И сейчас предлагаю побывать в Саламбальском округе. Совсем скоро местная школа номер 52 будет носить имя героя Советского Союза Геннадия Катарина. Одна из старейших школ Архангельска встречает свою 78-ю весну. В 52-й школе в начале прошлого века учился и будущий герой Советского Союза Геннадий Катарин. В ряды Красной Армии Геннадия Катарина призвали в январе 43-го года. Он был командиром пулеметного расчета. Геннадий Иванович проявил героизм при форсировании реки Прони. Противнику удалось разрушить переправу, остановить ее мешал огонь, который немцы вели из надежных укрытий. Командир полка вызвал добровольцев, чтобы уничтожили вражеский взвод. На командный пункт явились пять комсомольцев, среди них наш земляк. Этот эпизод составил основу литературно-музыкальной композиции, которую учащиеся 52-й школы готовят к юбилею Великой Победы. В этой композиции я играю роль главного героя Геннадия Катарина. Я горжусь тем, что играю такую ответственную роль в этой композиции. Он не побоялся подпустить близко немцев и убил порядка сорока. Литературно-музыкальная композиция – это только часть большой творческой исследовательской работы, которая ведется в 52-й школе по увековечиванию памяти Геннадия Катарина. Присвоение имени героя Геннадия Ивановича Катарина очень важно для нашей школы. Особенно в воспитании подрастающего поколения чувство патриотизма, чувство долга, чувство достоинства за нашу страну. Памятная доска с именем героя Советского Союза Геннадия Катарина появится на здании 52-й школы накануне Дня Победы, 6 мая. В этот же день состоится презентация литературно-музыкальной композиции, посвященной боевому подвигу Геннадия Ивановича. Ее гостями станут ветераны и жители Соломбальского округа. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам хорошего вечера, не менее хорошей новой рабочей недели, а ее итоги, как всегда, подведем в воскресенье на канале ПС. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok